всем здарова ребят ну что мы сегодня на русском сервере русский сервер как обычно рад ничего себе обмен предмета не думал что нифига себе думаю в общем русский android сервер аккаунт александра судя по всему как вы видите аккаунт донат и хотя сейчас возможно и бездонатные аккаунты такие в общем поехали посмотрим находится он гельди lost paradise русский android сервер ребята принимает активных игроков от 200 к кидайте заявочки вступайте но я обязательно пропуске босс 1500 1 2 места битвы гильдии атака фартов такс 164 до получается в общем у нас сегодня роллинг созвездий под сокровищницу сокровищница на русском сервере одна из топовых по сравнению с другими серваками и честно скажу мнению сокровищница на русском реально нравится очень прикольная такс поехали посмотрим ну до аккаунт донат на имена товар на нем есть 150 к принципе неплохо 150 к самов за дуяну 6 паков такс чем нас сокровищница поменяли что-то или нет сейчас посмотрим сокровищница у нас ничего такого нового не добавили пультист феникса но посмотрим какие шансы так хочу у него по героям делается нет у него мастер рун нет у него колдуна механоида божества нету берсерка нормальный героем нету матрона разруха понятно дома холода нормально 8 героем нет но у нас ролик будет созвездий будем пробовать ставить ему созвездия фрея зефир фрея зефир еще может пароль им чарки огник элис в общем вот так вот ну самые топовые по идее герои давайте посмотрим на фрея чего него стоит обряд лечения давно можно либо стойкость либо дар так в снаряе созвездие созвездие уклон плюс точность но в принципе довольно таки неплохой вариант я бы даже наверное перри не перероли вал потому что есть и уклонение есть и точность и да это что-то в принципе средние но довольно таки неплохой вариант точно здесь уклонение смысла но в принципе менять я не вижу для фрея это такой знаете оптимальный на сегодня вариант как ни странно бы это не звучало надо больше супер патами добавлять хочешь уклонение добавил супер пата сделала поставил вот тебе пожалуйста потому что заточить героя просто на точность принципе тоже вариант но туда не будет уклоняться это такое знаете более-менее универсальное и не туда и не сюда а вот зефир зефир зефира будем переделывать я тестировал много зефира на сегодня реально зефиры с точностью самые такие кайфовые самые оптимальные потому что если у вас будет стоять уклон от него толку никакого не будет в большинстве локации он у вас просто будет не попадать так а ну-ка дайте нам здесь поэтому на большинстве героев я на сегодня блин две жизни конечно классно так как у меня но это опять же ни о чем поэтому я больше бы советовал на такие героев они все равно будут дохнуть у вас что с уклонением но зато хоть здесь будет вариант какого-то дома поехали попробуем что-то под собрать по точности и отличную точность есть она кстати последнее время очень хреново начала падать не знаю чем это связано так жизнь жизнь но смотрите жизнь свалит полным ходом на русском сервере так точность 3 не то не то крит уклон я уже просто перетестировал кучу зефира ведь честно скажу с уклонением да он возможно будет жить но он попадать не будет он от него толку большинстве локации никакого не будет единственное если вы хотите там где-то его использовать на какие-то подземки то я не вижу смысла в этом героя на подземках там будет держаться ну там по моему будет любой герой держаться с такой прокачкой либо вариант побольше жизни вот вариант огненку поставить например ему эмблемой либо лучше всего конечно вариант огненку талантом тогда соответственно весь дамаг будет резаться и плюс стойка так отлично точность есть более за 1952 атака ну оставим такой вариант пока этого варианта вполне хватает огненку точнее огненку и люзефир на сегодня я уже показывал давно обзор он уже давным давно не тот его отхилы режутся но если он у вас не попадает у него даже отхила не будет по сути так поехали вот здесь вот можно ролить уклон по максималке почему потому что у него есть свой встроенное уклонение в итоге у него получается если посмотреть 9 300 до 5 500 мы переродили здесь вот на роли на и уклонение у этого уже больше у него есть встроенное уклонение и соответственно этот параметр можно улучшить для огня к это довольно таки неплохая тема это точно так же как и для душка тоже неплохо смотрится я когда-то собирал ну на сегодня один нормальный супер питомец с точностью и это все пробивается но принципе огненько я всегда собирался уклоном я не знаю насчет зефир зефир зефиром просто у зефира скажем так его отхил чтобы понимали его отхил зависит от от так сейчас секунду его отхил зависит от попаданий то есть он попал отхилился не попал не отхилился здесь же все немножко наоборот этот герой получает от сил за счет того что переходит трансформацию вот и у него ограничения тоже есть но немножко по-другому работает и есть промежуток момент когда по ним могут попасть его просто тупо ушатать вот в такие моменты но зачастую спасает больше уклонения ему тоже нужна точность от этого никуда не денешься но так как здесь есть немножко уклона уже своего родного и вы еще добавляете то большинстве случаев он будет хорошо жить потому что немногие роли точно сейчас все все фигачат уклонение скажем так и с одной стороны это хорошо то что если у вас будет на некоторых определенных героях вот например та же самая лисица да тот же самый зефир у вас будет точность вы будете по них все равно попадать потому что точность дает намного больше нежели уклонения если здесь вот посмотреть да сейчас идет у нас 1950 то у этого у зефира где-то мы 2 930 то есть два раза больше соответственно если там даже будет максимальный уклон толку от него никакого не будет но у него не будет точности за счет этого большинстве случаев выезжают ну дайте у нас битве замков все как обычно печально потому что у нас от 1 до 1 вы приходится все перероливать одна из проблем нету такого что ты сделала героя да был ему скажем так надо все время подстраиваться тоже самое таланты и чарки выходят новые и соответственно тебе приходится полностью все кардинально менять на большинстве героев если ты ими играешь хотя у 90 процентов героев на сегодня с битвы замков их там сколько есть у нас они неплохо уклонение упало жалко что все не 5 у нас есть 100 с лишним героев 102 да по моему или 106 сути как бы не меняет с них 90 процентов да то есть это 90 героев по сути можно без них обойтись вам надо только топовые там некоторые донатные герои некоторые герои для фарма пару без донатные герои и все без остального всего можно приходится все локации пвп локации фарм локации конечно есть локации под которые надо определенные герои там заточены до тот же самый архи демон там ты особо этими не побегаешь донатными там надо с определенными скиллами но сама суть что большинство героев которых они выпускают например в обнове выходит по два героя и иногда просто два героя нафиг не нужны вот вышло божество там да это прототип мэри 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 божество у вас уже есть выбор то есть один из них по сути не актуально а ну я больше склоняюсь божеству хоть она и бьет по одной цели но зато там больше разных иммунитетов больше толку на пвп локациях мария перестал использовать если же брать там я не знаю там мастер рун да он бездонатный и альфа-самца там да они где-то плюс-минус похоже тоже я выбираю одного из них ну то есть таких вариантов очень много купидон у нас отошел и финна у нас отошла если брать да там раньше мы там думали как набирать энергию появились чарки появились питомцы которые дают наборы отлично соответственно это все просто а блин ну ладно не буду тратить это самое самое больное вот эти вот созвездия поехали посмотрим на лисицу лисицу я тоже я не знаю многие собирают тоже ее с уклонениями я бы советовал ее на точность собирать да она будет у вас и так набивать себе уход но когда она будет попадать она будет попадать она будет считать родиновый прочих я вот побегал не помню какая там предыдущая по моему битва гильдий и была очень очень такая скажем хорошая лиса собрана на точности и блин она реально валит она реально замораживает она реально кидает скин потому что если на ней тоже точности не будет толку от нее особо много не будет она и так набавит уклон и по ней с вашей с вашим уклоном будут все равно попадать но я считаю что лучше чтобы она попала нежели попадут по ней она не попадет поэтому тут тоже вариант на сегодня это опять же на сегодня можно собрать я показывал уже даже тесты лисицы с фулл уклоном и на практике я скажу так от нее пользы мало то есть на практике более практичная будет такая лисица да у нее там есть встроенный скилл она добавляет себе там дофига но опять же для того чтобы у вас скилл сработал она должна включиться если она у вас попадать не будет будет миссать она включаться не будет но то есть есть такие варианты есть локации где я уже тестировал не один раз это и честно скажу все таки лучший вариант такой надо вам немножко уклонения добавили питомцем но зато вы питомцем питомец у вас будет скажем так более универсален более интересен в плане того что вы сможете сделать более мобильных героев то есть там одному на роль или уклонения на другом на роль или точность вам этого вполне хватит все равно вы на всех локациях тащить не сможете так точность есть отлично у нас осталось как раз десять тысяч но в принципе такая вот сборка я не знаю этого должно хватать головой то есть если битва гирлей у нас сегодня нету битвы гирлей давайте где-то сюда залетим так то у нас тут с противников вот зефир сразу видите до 36 к отлетает то есть соответственно здесь однозначно нужно у него еще и маскировка там стоит плюс бочку ловит все сливается так бы в два раза дольше проект продержался то есть однозначно надо уже сколько раз показывал подождите а вот она отражалках все понятно маскировку думаю что за фигня это проблема проблема большинства серваков что нету определенных эмблем но маскировка как по мне это бессмысленно это прошлое есть лучше уже вариант поставить мне кажется выживание хотя она тоже режется по сути сейчас зефир я уже показывал на днях видос к сожалению к сожалению не то уже ну потому что есть куча блокировок куча недомоганий прочего но вот такой вот вариант пойдем как видите все равно не сают там хоть и фрая нас пока бьет зато он будет сейчас нормально попадать то есть он будет себя хилит вот с 3 попадает по ним и себя хилит весов у него все равно хватает вот против там конечно не максимальной но посмотрите на огни к полу книгу тоже прилетает фактически все то же самое будет если мы выкинем лисицу да то есть лисица тоже будет давать сразу же попадает то есть таким вот образом но лисица проседает нас нету отхила это лучший вариант даже на пвп локации на фарм локации там на фарм локациях особо уклона не надо там надо сейчас отхил с прорывами героев это все просто стало бессмысленным так суки поехали дальше дальше у нас прокачка он говорил на супер потом немножко поменять сейчас посмотрим что тут у него по супер потом 16 19 да у него тут супер потом еще не прокачаны особо уклонение блин супер потом качать конечно дорогое удовольствие сейчас попробуем что-то так уклонение нифига толком не падает нормального жизнь атака и смотрите сразу же уклонение крит удар а это у нас что-то за счет мой с какого-то фига крит удар атака ну оставим такой вариант так обезьянка ну тут варианта 2 так чтобы вы понимали по питомца нету смысла им там ставить есть вариант скажем есть такой интересный вариант это как крит урон то есть увеличение крита вашего атаки крита но самые оптимальные варианты это уклонение если вы хотите это можно одного питомца остальным ну я не знаю я бы советовал даже тоже точность ставить если вы там у вас она роли на уже давным-давно герой на уклонение то делаете это питомцев с точностью и будет вам реально счастье больше ничего не надо будет у вас будет герой уклоняться то есть вариант такой тоже есть к сожалению так крит урон можно кстати оставить крит удар на крит удар это шанс крита так я уже забыл даже что хотел вам рассказать в общем суть суть в том что если у вас есть хорошие герои с уклонениями делаете питомцев на точность и не паритесь единственное что здесь вам надо будет прокачать максимальный лавл потому что здесь видите просто тупо ни хрена не падает это самое вот питомцы это самое наверное крит сопротивление на фига надо это самая дорогая жизнь ну не знаю бессмысленно я оставлю самоцвет и поехали в сокровищницу в это самое затратное на сегодня и бессмысленное занятие это ролиных созвездий потому что созвездия ну они в принципе и нужны но я думаю что в ближайшем будущем у нас скоро выпустят скорее всего будет обновление где будут давать созвездия мне так кажется если они уже рекламу запихнули туда все может быть уже надо как-то еще бабло получить потому что можно слетит 100 200 300 400 тысяч на героя и не выявить то что вам надо то есть это реально на сегодня самое затратное что есть в игре и бессмысленное поэтому что мы получили оккультиста что ли поэтому я не знаю я бы не советовал с другой стороны если у вас есть сейчас возможность купить все героев без проблем есть это единственное на что надо тратить самоцвета это чисто созвездия все все остальное скажем так но либо ролик там недостающие героя по большому счету их лучше купить если вы донат один оккультист ну что-то печально как-то печально за 60 к по-моему опять они порезали его не знаю было просто фениксы оккультисты там и прочее сейчас просто вы сами видите что у нас сокровищницы случилось не знаю пишите кто отсюда что ты сегодня вытаскивал кому как упала но прошлый раз я на той неделе по моему открывал реально просто дофигище героями феникс был и герои топовые землеройка там командора или кто там было в общем героев было три или четыре шестьдесятка потратили по сути вот такие вот дела ребят все пишите комменты ставьте лайки вступайте в гильдии lost paradise спасибо за аккаунт всем удачи всем пока